Жители города в течение всего лета жалуются на ненадлежащее выполнение работниками предприятий «Чистоград», который занимается вывозом мусора в городецком районе, в том числе и в Заволжье, своих обязанностей. Как говорят заволжане, в городе практически повсеместно наблюдается нелицеприятная картина – переполненные мусорные баки, которые не вывозятся по несколько дней. Хуже всего, с вывозом мусора обстоят дела на территориях, которые входят в зону ответственности дома управляющих компаний «Жилсервис-3» и «Жилсервис-2». Нина Яковлевна, расскажите вообще свое мнение о ситуации с мусором в городе около вашего дома. Ну, у нас уже вот второй месяц не убирают вот этот мусор. Крысы, грязь, вонь, выйти нельзя, вонище. Вот вы посмотрите, что тут творится. Мы уже замучились, не знаем, что делать. Не убирают. Я вот хочу сказать, вот уже где-то вот на протяжении 2,5 недели вот крысы бегают от помойки по подвалам, с подвала туда. Это невозможно. И, во-первых, во-первых, это вонь. Детская площадка вот там вся запаленная. Это невозможно. Ничего не убирается, куда смотрит наша дорогая, уважаемая, как сказать, начальница нашего заволжья. Я просто не могу понять. Уже четвертый месяц, март, апрель, май, июнь, уже он, можно сказать, закончился, да, уже июль начался. Ну, давайте берем мусор. Все лето дети дышат вот этим вот гнильем. Это нормально? Почему весь город завален мусором? Почему она не решает эту проблему? Пусть она договаривается теми, кто ее вывозит, этот мусор, и решает эти проблемы. Народ не виноват. За ответами на поставленные жителями города вопросы мы обратились к главе администрации заволжья Оксане Николаевне Жесковой. В редакцию городского телеканала «Заволжье ТВ» обращаются заволжане на протяжении уже практически всего лета с жалобами на некачественную уборку мусора в городе. В общем, выражения разные звучат. Вот. Главная оценка, которую ставится волжение этой работе – НЕУТ. Во многих микрорайонах не только на территории ЖС-3, но и практически по всему городу, около мусорных контейнеров, фактически образовались свалки. Что происходит, Оксана Николаевна? В чем причина такого положения взял? К сожалению, мне придется согласиться с такой оценкой данным населением, нашим жителями, о том, что наисложнейшая обстановка состоит с вывозом твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора в городе Заволжье этим летом. И нельзя сказать, что только с состоянием ЖС-3, с домами это связано, но и в целом по городу есть этот негативный момент. Что касается ЖС-3, многоквартирные дома и контейнерные площадки, которые относятся к многоквартирным домам, мы постарались, чтобы в мае месяце, несмотря на ту обстановку, сложившуюся в договорных отношениях между ЖС-3 и Чистоградом, а точнее их отсутствием этих договорных отношений, мы постарались, чтобы эту территорию привели в порядок. По привычке или по традиции, которая сложилась у нас, в таких проблемах обычно обвиняют власть. Куда смотрит городская власть? Кто же все-таки отвечает за контейнерные площадки и за порядок на этих контейнерных площадках? Городская власть или управляющая компания? В соответствии с ЖК, работа по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов с многоквартирных домов – это обязанность управляющей компании. Управляющую компанию нанимают жители, собственники тех жилых и нежилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах. Поэтому управляющая компания обязана привлечь уже лицензированную компанию, которая может делать эту работу и ведет эту деятельность по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Поэтому это взаимоотношение двух сторон. Мы, конечно, власть не отказывается от этой работы. Мы всегда стараемся контролировать, помогать, смотреть, что и где происходит, и направлять в нужное русло, как случилось с жилсервисом 3 многоквартирными домами. То есть мы полностью взяли под контроль ту ситуацию, которая происходила. И в мае была сделана просто колоссальная работа для того, чтобы все, что накопилось практически за весь май месяц, на последние недели, все было вывезено. Все крупногабаритные материалы, которые скопились на контейнерных площадках, были полностью вывезены. Поэтому мы пришли в июнь месяц с чистыми площадками, хотя после объезда на следующий день мы уже обнаружили, что наши жители вновь приносят крупногабаритный мусор. Но жизнь идет, конечно, она не стоит на месте, и это будет продолжаться. Но у Чистограда сложилась очень напряженная финансовая ситуация, которая, к сожалению, не позволяет в полной мере реализовать все то, что надо вывезти с контейнерных площадок площадок в том режиме, который следует соблюдать. Это один раз в день контейнеры и один раз в неделю крупногабаритный мусор. Поэтому, конечно, этот график не соблюдается по ряду причин. Оксана Николаевна, вот были выставлены прямые платежи, то есть отдельная платежка за коммунальные услуги и за ВОС-ТБУ. А процент оплаты какой? Сколько заволжан, которые проживают на территории Желосовиса Третьего, все-таки заплатили? У вас есть такая статистика? По данным Чистограда, это 50% от выставленных платежей. То есть в добавок к тем долгам, которые уже были в Желосервисе Третьем, и деньги, которые не получили, вот почти 2 миллиона, добавились еще новые долги? Да. Что бы мне хотелось еще отметить в этой связи? В июне месяце Желсервис-3 не выставил платежи за жилищные услуги. В жилищные услуги, в свою очередь, входит и плата за сбор, вывоз, утилизацию и ТБО. То есть получается, тот, кто не заплатил, он не заплатил не в Желосервис, он не заплатил в Чистоград, он не заплатил никуда, хотя каждый из жителей мусорный пакет один раз в день выносит на контейнерную площадку. Над этим надо задуматься. 50% оплатили, и получается, что на 50% и заработал Чистоград. То есть получается, что недобросовестные граждане, которые не оплатили эти услуги, они теперь заставляют расплачиваться практически весь город. Да. За сегодняшнюю ситуацию. Такая ситуация сложилась, и в том числе благодаря тем заволженам, которые не оплатили эту услугу. А что будет потом? Ну вот сейчас происходит процесс выбора новых управляющих компаний. Кстати, один из вопросов, который мы хотели вам задать, в каком состоянии сейчас этот процесс? Сколько домов у нас определило, сколько не определило с выбором управляющих компаний? Если закончить про сбор, вывоз, утилизацию, то при выборе новой управляющей компании Чистоград не будет напрямую выставлять квитанцию, оплату, а это будет входить в жилищную услугу и в плату за содержание имущества, как это и положено по жилищному законодательству. Но впереди вновь нас ждут изменения, и это связано именно с тем, что сбор, вывоз, утилизация ТКО, твердого коммунального отхода, куда в свою очередь и бытовые отходы, и крупногабаритный мусор уже будет включен, это будет коммунальная услуга, и она будет выделена из платы за содержание, за жилое помещение. Поэтому впереди она, как мы вот выставляли по МКД жилсервиса 3, она точно так же пойдет отдельной платой, отдельной строчкой, не в жилищных услугах, а в коммунальных. И в настоящее время уже определен региональный оператор, в том числе и по городу Заволжью, это ЗАО, управление отходами НН, и в свою очередь они провели конкурсные процедуры по выбору подрядчика на вывоз с нашей территории всего твердого коммунального отхода, как правильно это называется. Эта компания мусоровозящая называется «Лук-регион». Работают они в городе Держинске и придут в город Заволжье, когда это будет коммунальная услуга и единый регоператор. Это когда у нас произойдет, Оксана Николаевна? Мне бы очень хотелось, что это произошло с 1 ноября текущего года, но это все связано с тем, что в свою очередь и региональный оператор, и мусоровозящая компания защищают свой тариф в региональной службе по тарифам. То есть это не просто договорные отношения, как договорятся две коммерческие структуры, а это утвержденный тариф РСТ. То есть эта услуга будет утверждаться в той же организации, которую утверждают тарифы на воду, водоотведение и теплоснабжение? Совершенно верно. Ну и значит впереди у нас будет повышение цены? Все возможно, потому что это, скорее всего, будет связано и с нормой накопления, и, соответственно, со всеми расходами, которые связаны на сегодняшний день и формирует сам тариф. А как вообще будут нуждаться тарифы? Очень многие граждане задают вопрос, что на сегодня расчеты, обоснования, они идут от квадратного метра площади. А по логике, наверное, плата должна быть, исходя из количества людей, которые проживают. Не квадратные метры площади мусоров дают, а конкретно живые люди? Вы знаете, этот вопрос также обсуждался в Министерстве экологии на совещании. Очень большие дебаты возникли по этому поводу, и до сих пор Министерство экологии, которое утвердит тариф для всей Нижегородской области, чтобы он был единый, и сейчас обследование разных территорий это проходит, и до сих пор не определено, будет это квадратный метр, либо будет это один человек проживающий. Что будет с теми долгами, которые в настоящее время заморожены, арестованы на арестованных счетах жилсервиса третьего? Вот те самые деньги, почти 2 миллиона, которые, например, должны Чистограду жилсервис третьего. Что касается ситуации с жилсервисом 3, она не изменилась. Руководства нет, трудовой коллектив непонятно, где находится. Поэтому жилсервис 3, мы считаем, что он отстранился от деятельности, хотя все так же не ликвидирован, не признан банкротом, и лицензии на управление домами не лишу. В связи с тем, что очень большие долги жилсервиса 3 перед нашим муниципальным предприятием «Тепловодоканал», нами подано заявление в арбитражный суд о признании банкротом жилсервиса 3. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время пройдет судебное заседание, и пойдет пошагово процедура банкротства. Мы также будем ходатайствовать перед судом о назначении внешнего управляющего для того, чтобы, по крайней мере, уже финансовые, хозяйственные, технические моменты можно было уже с кем-то обсуждать и урегулировать. Потому что в настоящее время мы совершенно не можем этим вопросом заняться ввиду отсутствия кого-либо в этой компании. То есть назначение конкурсного управляющего, по-другому, да, это называется, это способ начать решать проблему по жилсервису 3. Изнутри. То есть после того, как жилсервис 3 будет призом банкротом, то после этого как бы все должно встать на свои места. Должно сложиться понимание, что с этой компанией будет дальше, и каким образом будут выплачиваться долги ТВК другим подрядчикам, которые не получили за оказанные услуги. То есть дальше будем работать в этом направлении. Видимо, конкурсный управляющий, кроме того, что будет заниматься долгами подрядчикам и долгами самого жилсервиса, будет еще заниматься долгами населения. То есть кто кому должен, потому что есть сообщение о том, что жилсервис 3 должен каким-то гражданам, и наоборот, наверное, тоже есть долги гражданам жилсервису. То есть получается, что это тоже компетенция конкурсного управляющего. Что будет с этими долгами? Конкурсный управляющий по-другому. Это назначенный директор той или иной компании. Поэтому все финансовые и хозяйственные вопросы будут его виднее. Мы понимаем, что это очень большая машина, которую надо направлять по разным дорогам. Одно это получение тех долгов, которые население скопили, за собой. С другой стороны, мы помним, что жилсервис 3 не сделал окончательный перерасчет за тепло за истекший отопительный период. И третье направление – это те долги подрядчикам, которые уже выполнили работу и не получили своих денег. Но копилка – это те долги населения, которые скопились за период работы жилсервиса 3 с жителями. Но на сегодняшний день фактическим распорядителем этого счета жилсервиса 3, этих денег, которые там скопились, является расчетно-кассовый центр. Или мы неправильно размышляем? Нет, не совсем верно. Расчетно-кассовый центр, он буфер, он получал деньги и отправлял дальше либо на расчетный счет жилсервиса 3, либо тем подрядчикам, которые по письму жилсервиса 3 надо было оплатить. В настоящее время все поступающие деньги поступали, переводились в дальнейшем на счет жилсервиса 3. И вот с этого счета разве нельзя заплатить вот эти долги, например, Чистограду, чтобы они получили возможность почистить город перед праздником города? Никто не может подписать платежные документы. Руководителей жилсервиса 3 нет. По нашим сведениям, жилсервис 3 должен теплового канала муниципальному предприятию более 80 миллионов рублей. Как можно в таких условиях, когда такие долги более 80 миллионов, сколько у нас бюджетов в городе Оксана Николаевна? 130 миллионов рублей. 130 миллионов, значит, почти половина, да? Почти половина городского бюджета это долги одной только компании, жилсервиса 3. Как в таких условиях тепловый канал готовит свои объекты к зиме? Мы вообще зиму переживем? Скажу сразу, что бюджет города Заволжья от долгов жилсервиса 3 ТВК не зависит. 125-130 миллионов – это отдельный бюджет, а это долг муниципальному предприятию. Конечно, ситуация на МУП ТВК очень сложная. С одной стороны, это ведь не только подготовка к зиме, это ежемесячные платежи по газу и по электроэнергии, которые мы обязаны оплачивать, иначе у нас введут режим ограничения. И тогда город останется без тепла и воды в принципе. Не надо тогда к зиме готовиться зачем. Поэтому наипервейшая задача – это отсутствие долгов, уже ресурсоснабжающих организаций для МУП ТВК – энергетики, газовики. Там есть жесткий график, который мы должны выдерживать. К сожалению, есть сейчас и небольшая задолженность, но нас пока в режим ограничения поставок не включают. Подготовка к зиме – это неотъемлемая часть летней работы и на протяжении отопительного периода в том числе. Урезано бюджет капитальных вложений по подготовке к зиме на треть, к сожалению. Но тем не менее город к зиме готовится. Все самые проблемные вопросы мы стараемся закрыть, с чем мы столкнулись в прошлом году и закончили отопительный период с 2017-2018 годов. Поэтому все идет в текущем режиме, но в особом порядке. А вообще сколько долгов имеют все управляющие компании перед муниципальным предприятием Тепловодоканала? Домоуправляющие компании должны Тепловодоканалу 114 миллионов рублей. А Тепловодоканалу – 106 миллионов рублей. Оксана Казановна, те новости, которые Вы нам сообщили, они в основном какие-то не очень радостные получаются. То есть у нас такая получается полоса таких изменений, которые не совсем приятные, наверное, гражданам. Получается, что вот эта вот мусорная ситуация, она не дорастает, конечно, до коллапса, когда мы тут вообще пройти не можем, везде горы мусора лежат. Но, в общем, не очень, конечно, обстановка. И перспектива у нас такая, что в ближайшие недели, месяц ситуация, видимо, не улучшится. Как же праздник города? Ну, я надеюсь, что она все же улучшится. По крайней мере, у нас есть управляющие компании, с которыми заключены договора с Чистоградом и обязаны, та и другая стороны, выполнять свои обязательства. Одни по вывозу, другие по оплате. И, например, мы можем сказать, что уже несколько управляющих компаний предупреждены о том, что грязно на контейнерных площадках и что они не соблюдают те нормативы, которые прописаны законом. И будут штрафные санкции применяться. Поэтому, на мой взгляд, ситуация должна стабилизироваться. Но продержаться нам надо в любом случае вот эти полгода, которые приведут нас к 1 января, максимальный срок перехода на взаимоотношения с региональным оператором. Ну, могу подтвердить, что прежде чем приехать к вам, мы на протяжении нескольких дней, до дождей, проехались по городу и сняли такую ретроспективу ситуации. Ну, везде не очень хорошо, но особенно плохо на территории в зоне ответственности жилосервиса третьего и жилосервиса второго. Как вот ни странно. Получается, что, видимо, эти штрафные санкции, они касаются в первую очередь этих компаний. Да. И я хотела бы еще раз напомнить жителям, что это не инопланетяне таким образом создают такую ситуацию. Просьба не подкладывать мусор там, где образовались навалы, а именно складировать в контейнер, чтобы было аккуратно. И, конечно, у нас еще и садоводы грешат такими моментами, когда ботва складируется около многоквартирных домов, срезанные ветки, принесенные из садов, либо с жилого сектора, частного жилого сектора. Те индивидуальные предприниматели, которые находятся в тени, занимаются установкой окон, либо внутренней отделкой. Тоже так же ночью на утре могут приехать, привести свои отходы деятельности предпринимательской. И вроде бы было чисто, а утром идем очень грязно. Это наша общая проблема, и с которой, я думаю, что мы разберемся в ближайшее время. Мы знаем, что город не в лучшем состоянии в этом плане. И этой проблемой занимаемся каждый день. Заволжение нас не поймут, если мы не зададим вам важный вопрос. Что у нас все-таки происходит с домами, которые располагаются на территории зоны ответственности жилосервиса третьего? Все ли дома определились, и что будет с теми домами, которые до сих пор не приняли никакого решения? Очень важный вопрос. И хотела бы начать с того, что в жилосервисе 3 на 1 января 2018 года в реестре был 71 дом. На 1 июня в реестре у них уже состояло 65 домов. То есть 6 домов ушли в новую домоуправляющую компанию «Наш дом». И вот от этих 65 домов я буду отталкиваться. На 35 домах проведены собрания собственников и документы отправлены в Государственную жилищную инспекцию для занесения в реестр и в лицензию новой управляющей компании. Процесс этот очень долгий и состоит приблизительно из двух месяцев, не менее. Поэтому пока еще из этих 35 домов ни один дом не внесен в лицензию новой управляющей компании ввиду этого длительного процесса. На 16 многоквартирных домах уже проведены собрания и заканчивается заочная часть. То есть общего протокола и решения еще нет. То есть идет сбор документов, заполнение реестра, голосование. И после этого только уже будет понимание, выбрана управляющая компания или не выбрана. Но я так понимаю, что эти дома определились. Еще 16 домов. Смотрите, насколько долго в ГЖИ будет включать в лицензию. Вот сегодня у нас 18 июля. Два месяца пройдет. Это уже мы уходим в октябрь месяц. Поэтому надо срочно заканчивать эту работу и направлять документы в ГЖИ. Из проблемных домов я считаю, что их 9. Потому что мнения жителей разделились и уже не могут выбрать ту или иную управляющую компанию. Потому что сначала говорили о ТСЖ, ТСН. Потом кто-то к ним пришел, начал агитировать. Уже вот теперь с этими 9 домами будет очень сложно. Собрания еще не проведены. На это надо 2 недели и плюс 2 месяца ГЖИ. Это вообще уходим уже в очень большой период времени. И подготовкой к отопительному сезону неизвестно, когда заниматься. Есть у нас еще 5 домов, которые... 4 дома это улица Железнодорожная. И один дом общежития, это Дзержинского, 37. Которые, наверное, будут определены в муниципальную управляющую компанию. Лицензии сейчас занимаются. Получением лицензии МУП Тепловодоканал. Документы поданы. Ждем заседания лицензионной комиссии. И после этого перейдем к общим собраниям. Таким образом у нас получается 65 многоквартирных домов. То есть муниципальная управляющая компания будет создана на базе муниципального предприятия Тепловодоканал. Да. Там будет создано специальное подразделение? Да. Понятно. Когда, примерно, они должны получить лицензию? Мы надеемся, что это будет до 1 августа. Ну, то есть у тех, кто туда попадет, наверное, будет самая стабильная и самая спокойная жизнь. Все-таки муниципальное предприятие. Я с такой покатой историей. Вы знаете, у муниципального предприятия есть свои трудности при исполнении той или иной работы. Муниципальное предприятие всегда ограничено другими законами, нежели коммерческое предприятие. Я всегда говорила, первое – это налогообложение, более жесткое. Это традиционная система налогообложения, которая требует строжайшей отчетности, подтверждения всех расходов, доходов, затрат и прочих моментов. Плюс интерес. Это, да, это один момент. Второй момент – это то, что мы работаем по закупкам с 223-м федеральным законом или еще более жестким с 44-м. Соответственно, сроки выполнения работ, наверное, не должны сдвигаться, потому что есть аварийные работы, которые необходимо выполнить сегодня и немедленно. Есть строительные работы, которые можно уже по конкурсу идти. И третий отрицательный момент – это отсутствие опыта работы в этой сфере, в управлении домами. Поэтому, наверное, только время покажет, и можно будет сравнить ту или иную управляющую компанию, насколько хорошо, насколько проблемно, насколько есть замечания от жителей. Давайте оценку сделаем через полгода. А что все-таки будет с этими девятью домами, где ситуация получается в высокой степени неопределенной? Вот на эти девять домов, на два дома я выходила с организацией собрания, как собственник муниципального жилого фонда. Мы не провели собрания, оно, по сути, было сорвано, потому что пришли другие новые управляющие компании, которые начали подстрекать жителей, не слушать те наши доводы, которые мы говорим, и, собственно, собрание не получилось. Я всех предупреждаю, что мы, никто из нас, ни тепловодоканал, ни действующие управляющие компании не знают, как закончил отопительный сезон, жил сервис 3, прошлый. В каком состоянии внутри домовая система? Слита вода, не слита вода, гидравлика не проверена, аварийность не проверена. Поэтому в первую очередь надо думать о том, что мусор, да, это проблема, а вот когда на улице будет минус 5 градусов, а в доме не будет тепла, вот это большая проблема. И мы будем опять говорить, что власть виновата, но власть пытается выйти и сказать жителям, что надо проводить собрание, что надо определяться, но, к сожалению, не все жители это слышат и не совсем дают себе ответственность в тех действиях, которые сейчас происходят. К нам в редакцию обращаются заволжения, которые получили, затребовали договор управления от кандидатов на свой дом, на управление своим домом и просят консультации. Вот, в частности, с такими просьбами обращались жители тоже с домов по проспекту Дзержинского, и договор управления, как мы вытеснили, не соответствует жилищному законодательству, и он не соответствует тому договору, который рекомендует администрация. Что в этом случае ждет тех жителей, жителей тех домов, которые выберут управляющую компанию, которые будут работать по договору, который не соответствует жилищному кодексу? Как они пройдут вот этот фильтр государственной жилищной инспекции? Не получится так, что им придется снова собрание проводить? Может и так получиться, потому что еще у нас такого опыта нет, чтобы нам сказали, что договор управления не соответствует жилищному кодексу? Мы можем сказать от себя, что такие договора к нам тоже поступали. Юридический отдел администрации проверил на соответствие типовому нашему, если уж ссылаются в шапки о том, что он соответствует договору, утвержденному постановлением администрации города Заволжья. На самом деле, на наш взгляд, что подписав такой договор с этой управляющей компанией, жители становятся бесправными. У них отсутствуют права на то, чтобы получить информацию, получить должным образом выполненную услугу, получить отчетность, получить согласование с МЕД и настаивать на каких-то своих правах, потому что он написан полностью в пользу новой управляющей компании. Оксана Николаевна, вот сейчас вы приводите примеры, на самом деле не очень радостные, о том, что жители не всегда принимают грамотные решения, а чаще всего просто ставятся пассивными. А есть ли какие-то изменения в взаимоотношениях с населением, с заволжанами, которые все-таки ведут себя по-другому? Вот количество граждан, которые активно участвуют в благоустройстве городской среды, проведении каких-то мероприятий совместных, там, субботников, воскресников, которые что-то делают, проявляют свою любовь к родному городу не просто словами, а какими-то поступками, какими-то делами конкретными. У нас тенденция стала меняться в городе, с вашей точки зрения? Мне хотелось бы особо отметить, вот мои наблюдения за два года, когда я здесь работаю. По первым ощущениям, когда я начала работать, ко мне граждане приходили с претензиями, с требованиями, власть обязана, власть должна, и конструктивного диалога не получалось. В настоящее время, спустя вот год, с прошлого лета, тенденция жителей и наших заволжан сменилась. Ко мне идут, да, есть проблемы, давайте думать, как мы их будем самым местно решать. Что для меня лично очень отрадно. Мы уже два года реализуем проект поддержки местных инициатив. Этот год уже третий проект. Он сейчас в стадии конкурсных процедур по выбору подрядчика, а потом мы будем заниматься асфальтированием придомовых территорий. Это реализация программы формирования комфортной городской среды, где по заявкам наших заволжан выбраны придомовые территории для асфальтирования. Не я выбирала, не администрация. Заявки приносили сами жители. И поэтому уже мы видим результат на Пушкино 1-2, а в микрорайоне Рождественский, где придомовые территории меняются. И я хотела бы отметить, что вот сейчас тоже объявлен конкурс на прием заявок от жителей. И чем активные жители, тем быстрее у них изменения на их придомовой территории. И в целом у нас в городе будет происходить. От активности жителей сейчас очень-очень много зависит. И до 1 августа будут приниматься заявки по придомовым территориям, требующим ремонта дворовых проездов, светильников. И в дальнейшем, это уже в 2019 году будет проводиться эта работа. Но это не только вот такая вот глобальная работа, как капитальное вложение. Но есть и люди, которые... Вот случилась ситуация с жилсервисом 3. И люди ходят на субботники, они убирают свои придомовые территории, они привлекают к этому детей, они организуются семьями для того, чтобы покосить ту или иную территорию, для того, чтобы детям можно было безопасно играть и находиться. Поэтому большая благодарность всем заволжанам, кто неравнодушен, кто активен, кто помогает лично мне в том числе. Итак, история с прекращением деятельности ООО «Жилсервис-3» породила финансовые проблемы у партнеров этой компании, у муниципального предприятия «Тепловодоканал» и мусоровывозящей компании «Часаград плюс». Парадоксальным образом, кризис на рынке управления многоквартирными домами не только усилил недовольство горожан возникшей ситуацией, но и стимулировал активность населения. Количество граждан, которые готовы участвовать в наведении порядка в своем городе, стало расти. Видимо, решение мусорной проблемы в объединении усилий власти, жителей, домоуправляющих и мусоровывозящих компаний. Несколько раз мы пытались получить комментарии о проблемах с вывозом мусора в компании «Часаград плюс». Однако директор, теперь уже, видимо, бывший Сергей Голованов, от интервью отказался. Учредитель этой компании, депутат городской думы Евгений Кокурочкин, в телефонном разговоре пообещал высказать свое мнение о сложившейся ситуации. Надеемся, что и руководители управляющих компаний не останутся в стороне при обсуждении этой острой городской проблемы. А мы обещаем задать им вопросы, как и руководству компаний за управление отходами НН, которые приходят на смену «Часаграду» в конце текущего года. Смотрите городской телеканал «Заволжье ТВ» и будьте в курсе событий нашего города. Продолжение следует... Продолжение следует...